Они горели, уступали 1-3, а в третьем периоде сыграли блистательно, забили три безответных мяча ворота сборной Украины и победили 4-3. Вот такой вот сюрприз от поляков. Наши не столкнулись с серьезными проблемами в матче против Молдови. Да, команда из Молдавии, конечно же, сопротивлялась и заслуживает хороших слов в свой адрес, но класс России и Молдавии не сопоставим. Наши выиграли с крупным счетом 8-3. Папоротный и Никаноров отметились в той встрече, записав на свой счет по хет-трику. Ну и также замечу, что поляки переиграли не кого-нибудь накануне, а сборная Украины, которая сумела в этом сезоне стать сильнейшей в Европе. Она выиграла суперфинал Евролигии совсем недавно в итальянском городе Катане, переиграв португальцев. И, естественно, именно Украину мы считали, да и продолжаем еще считать своим главным соперником в борьбе за путевку на чемпионат мира с украинцами нам играть завтра. Но для того, чтобы завтра играть и не дрожать, конечно же, сегодня ни в коем случае нельзя дать себя переиграть команде Польша. А она, возможно, вошла во вкус. К тому же поляки неудобный для нас соперник уже не раз эта сборная перебегала. Она, словно черная кошка, дорогу и несколько раз даже нас побеждала в серьезных официальных встречах. Михаил Якачев на ваших экранах, главный тренер сборной России и я называю состав нашей команды. Начинаю с тех, кто сейчас выйдет на площадку. Вратарь Иван Островский и первая четверка. Седьмой номер Антон Шкарин, восьмой капитан команды Илья Леонов, десятый Артур Папортный, двадцатый Борис Никоноров. Главный тренер сборной Польши Марчин Станиславский упускает с первых минут следующее сочетание. Вратарь двенадцатый номер Маци Марчиняк, пятый номер Томаш Леннард, седьмой капитан команды Витольд Цобер, восьмой лучший бомбардир команды, самый опасный нападающий в составе поляков Бугуслав Сагановский и четырнадцатый номер Якуб Ясиновский. Итак, встреча началась. Наши сегодня играют в белых футболках красные цвета у поляков. Еще раз хочу напомнить, что конкуренция просто страшная за эти самые четыре путевки. Это уже второй этап в нашей группе Польша, Украина и Молдавия. И только победитель группы получит путевку на чемпионат мира, который состоится в следующем году на Багамских островах. Наши контролируют мяч пока на своей половине поля. Традиционно сборная России начинает достаточно спокойно и уравновешенно. Сразу вперед не несется. Но по ходу любой игры сборная России старается добавлять, старается играть более агрессивно, интенсивно. И пока мы во всех встречах, которые провели на этом турнире, побеждали. Победы достаточно уверенные, убедительные, но были игровые отрезки практически в каждом победном матче, когда приходилось и голос повышать Михаилу Рякачеву, эмоции включать для того, чтобы свою команду как-то взбодрить. Вот на ваш планах Борис Никоноров. Вчера он забил три гола. Семь матчей всего лишь провел в составе национальной команды. А многие другие футболисты, ветераны нашей сборной, уже под 200 игр. А некоторые, даже как Антон Шкарин, и больше 200 сыграли. Никоноров очень старается. И вчера отыграл он отменно. У нас смена четверки. Появляется Крашенинников. Думаю, и Шишин опасный удар с дальней дистанции. Не знаю, кто же там, вратарь или штанга приняла мяч на себя. Краш наносил удар. Но я думаю, сейчас Крашенинников на площадке. И, конечно же, должен появиться Дмитрий Шишин. Вчера ему была предоставлена возможность немного отдохнуть. Ну и какой выбор в обороне, кто Алексей Ильинский или Юрий Горчинский будут сегодня выходить на поле. Крашенинников подбрасывает себе мяч и бьет прицельно так с наклевом. По-моему, все-таки вратарь до мяча добрался, но при падении на песок голкипер польской сборной получил повреждение. Мацей Марчиняк защищает последний польский рубеж. И этот самый рубеж сегодня сборная России должна, обязана прорвать. Вчера день получился сито очень богатым на сюрпризы. Просто выстрельнули те сборные, которые своих группах на первой стадии занимали вторые, а не первые места. К счастью, наша национальная команда этот тренд вчерашнего дня не поддержала и правильно сделала. Она выиграла у сборной Молдавии с крупным счетом 8-3. Сегодня потихонечку ситуацию стали воправлять фавориты. И сегодня же таких сюрпризов, по сути, нет. Но при этом даже сборная Швейцарии столкнулась с ожесточенным сопротивлением сборной Азербайджана. Швейцарцы выиграли благодаря своему герою Станковичу, забившему 4 гола. Но победа далась, называется, с кровью, с мясом в один мяч. Россия атакует. Крашенинников переводит мячи налево. Здесь Шишин. Шишин в центр. Мы на площадке видим Ильинского и Романова. Вот такое вот сочетание четверка, представляющая в нашей сборной кристалл из Санкт-Петербурга. Кристалл чемпион России. Шишин получил передачу от арталя. Хороший удар. А в то же время это можно расценить и как прострел, как передачу. Но под этот пас не успел просто... Не то чтобы открыться, в хорошем месте располагался Романов. Но он не успел среагировать для того, чтобы мяч переправить в ворота. А теперь уже поляки проявляют свое мастерство в атаке. Опасная ситуация. Мяч пролетает совсем рядом с верхним углом в ворот Ивана Островского. Потихонечку, потихонечку темп увеличивается. Наши больше владеют мячом. И очень важно открыть счет в этой встрече. Еще раз повторяю, поляки чрезвычайно неуступчивы. И поляки всегда здорово настраиваются на игры против сборной России. А сейчас, после победы над Украиной, когда действительно появляется возможность поехать на чемпионат мира, я уверен, они будут буквально умирать на этом итальянском песке, лишь бы переиграть нашу сборную. Взволнованное лицо Михаила Лихачева только что в кадре промелькнуло. Поляки тем временем делают замену. Ну и надо понадежнее, поспокойнее, поаккуратнее играть вблизи собственных ворот. У нас возвращается первая четверка. Леонов, Папоротный, Никаноров и Шкарин. Ошибка в середине поля. Папоротный борьбу проиграл, но его здорово подстраховал Атон Шкарин. И полякам надо начинать все сначала. У поляков тоже произошла смена. И вот такой вот эпизод. И такой вот колоссальный, гениальный удар. И гол забивает Сагановский. Еще раз повторяю, самый-самый грозный в составе польской сборной. Ветеран, лидер и прирожденный забивало. Вот у швейцарцев есть Станкович, а у поляков есть Сагановский. И посмотрите, какой гол. Автор голевой передачи голкипер. И Сагановского не успевает Илья Леонов накрыть. Наш вратарь даже рук не успел поднять. Но там буквально с двух-трех метров этот страшный по силе удар был нанесен полякам. Вот такое вот начало. Поляки вырываются вперед. Но ничего страшного. Ничего страшного. Да, для нас это неприятный момент. Но будет еще очень-очень много времени для того, чтобы ситуацию исправить, выправить и доказать своему сегодняшнему оппоненту, что Россия имеет больше оснований пробиваться на чемпионат мира, становиться в очередной раз участником мундиаля. Шкарин его вытесняет, вытесняет от своих ворот цепкоиграющий Ясиновский. Ну и опять первая четверка у поляков. Ленар, Цобер, Сагановский и Ясиновский. Шкарин пробить. Нет возможности. Рядом два соперника. Некоторую несогласованность наши продемонстрировали. Но успели все-таки этот мяч вырвать, выцарапать. Шкарин всю ширину площадки использует. Папоротный прострял. Мяч уходит к Леонову. Такая долгая позиционная атака россиян. И хороший удар. Но мяч пролетает над перекладиной. Это Борис Никоноров. Претендовали россияне на угловой. Считают, что все-таки вратарь там мяча коснулся. Но нет. Судейская бригада. Кстати, исправляюсь. Представлю вам судей. Сегодня работают на площадке эстонец Аго Картман. Ему помогает португалец Гомош Суарош. Третий арбитр из Италии Джузеппо Сукурелло. И судьях тронометрист из Германии. Торстон Юнтер. На автоплощадке у нас вторая четверка. Крашенинников. Удар. В падении. Бил Шишан. Крашенинников мяч похватывает. Идет на таран. Ну а что дальше? Дальше может быть Ильинский будет заряжать. Он заряжает. Но тянулся. До этого мяча явно не доходил до него. Именно по этой причине мяч пошел значительно выше ворот. И, по-моему, даже покинул пределы стадиона. Ильинский хорошо сыграл головой. Крашенинников. Романов. Здесь Кирилл нарушает правила. Напомню, что лучшим бомбардиром нашей сборной на этом турнире является Артур Папоротный. Он забил шесть мячей. Второй бомбардир. Дмитрий Шишин пять голов. И ждем, ждем от них мячей. Так же, как от Крашенинникова и Никанорова. Они забили по три мяча. На этом отборочном турнире вот такая вот реакция тренерского штаба сборной Польши. Судейское решение справедливое. И в пользу соперников сборной России штрафной. Ну а лучшим снайпером, здесь уж, как говорится, к гадалке не ходи. У поляков появляется Сагановский. Он забил вот только что сборной России. Это его шестой гол на турнире. Второй снайпер-капитан Суобер. Внимание к этому эпизоду. Расстояние приличное, но все равно можно потревожить нашего вратаря. Удар прямо по центру. Бил Яков Ясиновский. Шишинников, Шишин. Пора, пора, ребята, включаться на полную катушку. Не надо играть на своих и наших нервах. Пора забивать. Мы ждем успешной игры россиян в этой встрече против поля. Там два мяча на площадке. Небольшая пауза у нас возникает. Прежде чем Крашениников выполнит очередной угловой у ворот польской команды. Мы очень часто забиваем после угловых, после стандартов. Его сейчас должны были забить. Как здорово было сыграно на тренировках. Руподопечные Лихачева, конечно же, уделяют огромное внимание этим стандартам. И вот такой полет Ильинского. Чудесный момент. И подача хороша. Ильинский сыграл блистательно. Но еще лучше сыграл, к нашему разочарованию, вратарь польской сборной Мацо и Борчняк. Как он этот мяч сумел ногами отбить. Без вратарского фарта здесь не обошлось. Но все равно, все равно голкипер, герой эпизода, спаситель сборной Польши. А наши были как никогда в первом периоде близки к тому, чтобы забить. И сейчас близки. Мяч даже после того, как вратарь мяча руками коснулся, облизнул перекладину. Краш был близок к успеху. Островский и Крашенинников в касании. Опять отмечаем реакцию голкипера польской сборной. Наши доминируют. Наши играют поинтереснее и получше. Но мы допустили одну ошибку. В обороне не успели. Вовремя среагировать на рывок и хорошее предложение под передачу от своего вратаря Сагановский. И тот изумительно пробил в падении через себя под перекладину. Польская бисиклетта сработала на все 100%. Ну а после этого у россиян уже было два железобетонных момента для того, чтобы счет сравнять. Могли даже и выйти вперед, если бы эти эпизоды были реализованы. Но вратарь польской сборной пока не хочет снимать амбарный замок. Со своих ворот повесил он этот самый амбарный замок перед игрой. Мы ищем от этого замка ключик. Пока не находим. Но я думаю, это только пока. Папортный здорово отработал в обороне. Не пустил вперед Сагановский. Леонов назад голкиперу. Что тут стряслось? Неужто этот эпизод трактуется в пользу польской сборной? Потому что была вторая передача голкиперу. И он взял мяч в руки. Судя по всему, так и есть. Технический фолл, так называемый. Ай-яй-яй. Ну как же так? Как же так? Не хватило концентрации и внимания. Не разобрались. И сейчас будет нанесен удар с центра поля. Это угроза воротам сборной России. Сами себе организовали этот опасный момент. Держим кулаки за Ивана Островского. Будем надеяться, что он не пустит во второй раз в первом периоде мяч в сетку собственных ворот. А до окончания первого периода 3 минуты 43 секунды. Небольшой, небольшой такой рабочий разговор нашего тренера с одним из рефери. Но каждый остался при своем мнении. Внимание. Удар. И мы проигрываем уже 0-2. Удар выполнен идеально, сильно, точно, низом. Есть поклонники польской сборной, они ликуют. Ну а мы во второй раз раздосадованы и разочарованы тем, что сборная России свои моменты не реализует. А сопернику вот такой вот подарок преподнесла. Совершенно необязательный штрафной. И этот штрафной реализует 18-й номер Филипп Гакш. 2-0. Поляки словно нацелены на вторую подряд сенсацию на этом турнире. Накануне выиграли у Украины. И, казалось бы, столько сил отдали. И наши-то провели полегче встречу против Молдавии. Мы должны быть посвежее. А пока ничего подобного. Но хватит ли поляков на всю встречу? Вот этот напор, вот эту страсть. А главное свежесть сохранить. Наши умеют выматывать. Ситуация неприятная, но еще раз повторяю, не критическая. В пляжном футболе два мяча отыгрываются порой очень и очень быстро и внешне легко. Но подчеркиваю только внешне. Главное сейчас долго в себе не копаться, не расстраиваться ни Ивану Островскому, ни другим нашим игрокам. Особенно после той ошибки, когда мяч Островский взял в руки, а нельзя было этого делать. Надо сосредоточиться на взятии ворот соперника. И внимательнее играть возле своих ворот. Неплохой удар был нанесен с летом, но немного не точно. Очень важно для команды Лихачева до перерыва хотя бы один мяч отыграть. Надо идти вперед, но при этом не забывать, что поляки в любой момент, в любой миг готовы убежать в контратаку. Крашенинникам. Романов ставит корпус, прикрывает мяч, а затем бьет падение через себя, угодил соперника. Хочу отметить, подчеркнуть, напомнить, что активно мешать и оказывать сопротивление, выпрыгивая, то есть блокировать удар падения через себя является в пляжном футболе нарушением. Но вот Михаил Лихачев в своем последнем интервью на прекрасном, замечательном, совершенно информативном и очень-очень полезном для комментаторов МАЧ-ТВ, работающих на различных турнирах по пляжному футболу, сайт Beach Soccer Russia.ru. Так вот, там было большое интервью главного тренера сборной России, многих тем он касался, в частности вот этого правила, что порой трактовка вызывает некоторое недоумение, и уже были примеры на этом турнире, когда нас наказывали непонятно за что, и наоборот, когда наши удары падения через себя блокировали, судьи не реагировали. Момент. Самотверженно играет наш вратарь Иван Островский. А атаковал его ворот от Петр Хлебчаров. Угловой. Немного времени командам осталось провести на площадке во втором периоде, пока все складывается замечательно для соперника сборной России, для команды Польши. Здесь нарушение позволил себе все тот же 11 номер. И штрафной. Крашененников у мяча. Ворота сборной Германии фактически от своих ворот еще больше была дистанция Кирилла Романов. Коварным ударом с отскока от песка сумел поразить ворота немецкой сборной. Но может быть сейчас Крашененникову удастся это сделать. Удар значительно выше ворот. Напряжен, напряжен Михаил Лихачев. Пока все очень-очень так тяжело, но для нас складывается в этой важнейшей встрече. Отборочный турнир. Европейская квалификация. Борьба за путевку на чемпионат мира. Сборная Украины сегодня в какой-то мере реабилитировалась за поражение накануне от Польши 3-4. Сегодня украинцы выиграли 7-2 у Молдавии. Напомню, что Россия вторая в рейтинге FIFA. Украина девятая. Наш сегодняшний соперник лишь на 37-й позиции. А Молдавия 58-я в этом самом рейтинге. Ну понятно, что Молдавия уже ни на что не претендует. И для нее большим успехом является то, что она сумела выйти во второй этап отборочного турнира в итальянском городе Езу. Шишан вынужден сыграть назад. Дальний удар. Ну и там бы переправить мяч в ворота не получается у Крашенинникова. А у нас Папоротный сейчас на площадке. Перебрался он. Нет, это все-таки временно, потому что пошла замена. И у нас опять действительно первая четверка. Никаноров. Удар в падении через себя. И посмотрите, какой могучий удар. И как достается 14-му номеру в польской сборной. Якобы Ясиновский. Он не может подняться. После контакта с мячом. Но вот смотрите, а это не является, на ваш взгляд, вот в свете новых трактовок, нарушением правил со стороны футболиста польской сборной? Я задаюсь таким вопросом. Какое судейское решение? На мой взгляд, здесь надо фиксировать пол. А ничего подобного не происходит. Ну, может быть, я излишне эмоционален. И, естественно, болею и переживаю за сборную России. Но еще один упущенный момент. Ну как же так? Но все равно по этому эпизоду у меня возникли сомнения. Я имею в виду сблокированием удара в падении через себя Борис Никанорова. Только что упустил возможность сократить отставание от поляков на последних секундах первого периода Артур Папоротный. Шкарин. Последние мгновения. Поляки не хотят давать возможность нашим пробить. И, пожалуй, наверное, мы не успеем. Потому что сейчас прозвучит сирена. А что? А что? Вот сейчас, сейчас судьи берут, как я понимаю, сторону россиян. И назначают штрафной. А если это нарушение было в 9-метровой зоне, то это пенальти. Скипает польский тренер. Весь в песке Борис Никаноров. Вот такой вот песочный человек. И именно он должен будет бить. Но это не пенальти, это штрафной. Но, видимо, польский тренер хочет сказать, что уже и время в тот момент якобы истекло. И не нарушение, мол, это... Смотрите. Ну, а чем отличается этот эпизод от предыдущего? И тут было нарушение, и в предыдущем. Но вот судьи... Трактуют так. В голову им не залезть. Хорошо хоть сейчас. Среагировали на нарушение против Никанорова. И давай, Борис, давай, вложи всю силу, всю душу в этот удар. Этот гол очень нужен сборной России. Забей свой четвертый гол на турнире. Свой первый. И будем надеяться, не последний мяч в этой встрече против нашего нападающего. Опытный голкипер сборной Польши Маци. Борщиняк. Внимание. Удар. И вратарь играет в третий раз в этом матче блистательно. Так и не сумели мы его пробить в первом периоде. Первый период сложился сложно для России. По результату даже неудачно. Мы проигрываем 0-2. Но будет еще время исправиться. Реклама. Возобновляется игра Россия-Польша. Мы после первого периода, к сожалению, уступаем с разницей в два мяча. Надо исправляться. Надо те моменты, которые мы создаем. А в первом периоде были отличные шансы. Но вот реализация пока никакая. А у поляков, по сути, два момента, два гола. Причем, если вспоминать второй гол, мы его, по сути, сопернику подарили. Чуть-чуть подрастерялся Иван Островский. Взял мяч в тот миг, когда уже этого делать вратарь по правилам не имел права. Вот такой вот результат. Где-то в чем-то нелогичный. Мы владели мячом, мы атаковали много, создавали моменты. Но классную игру продемонстрировал в первом периоде вратарь сборной Польши Марчинек. Трижды он выручил свою команду. Кстати, сейчас замена как у поляков, так и у России. Это касается вратарей. У нас под 21 номер выходит Максим Чушков. И первый номер Мариуш Гасинский защищает ворота польской команды. Вот такие вот изменения. Вот на ваших экранах вратарь локомотива Максим Чушков. Но, а тем временем, очередное нарушение. Поляки будут бить штрафной. Красивый гол забил Сагановский. Здорово вел мяч в игру Марчинек. Именно он стал автором голевой передачи. Сагановский в своем ключе фирменном. Высоко выпрыгнул и пробил в падении чем себя. А вот нам показывают, делают акцент наши итальянские коллеги, что желтую карточку получает Кирилл Романов. Предупреждение в составе российской сборной. И внимание, у мяча капитан Витольд Цубер. Будет он бить. И мяч в руках у нашего голкипера. Хочу отметить, что у поляков в этом турнире не принимают участие. Вот момент у россиян, но акцентированным ударом не получился у Шишина. Так вот, у поляков на этом турнире не играет. Очень хороший нападающий Дэниль Барон. Он большой специалист по России. Я имею в виду по российской сборной. По пляжному футболу часто ей забивал. Но не знаю по каким причинам, еще раз повторяю, он не помощник польской сборной на этом турнире. Скорее всего из-за травмы. Надо нашим включать форсаж, увеличивать темп, скорость и давить, давить соперника. Не давать спокойно дышать полякам. Хороший момент. И тут вроде бы уже разобрался с Шишин соперником за счет ложного движения. Цубер поверил в какой-то миг, что будет сразу же, опуская мяч вниз с грудной клетки, наносить удар на шестой номер. А Дмитрий Шишин за счет ложного движения пытался перехитрить соперника. Но, по мнению судейской бригады, Шишин в атаке заработал фолл. Нарушил правила. Задел, видимо, ногой Витальда Цубера капитана польской сборной. Наших болельщиков значительно больше на стадионе в курортном городе Езелом. Но есть и поклонники польской сборной. Они в отличном настроении болеют, поддерживают свою команду. Им пока все нравится, их более чем все устраивает. Поляки впереди 2-0. Только-только стартовал второй период. И вот уже второй штрафной польской сборной. Мы проявляем активность, мы пытаемся темп взвинтить и добавить в агрессию. Но пока это не приводит к тому, чтобы мы сократили отставание от польской сборной. Мы все чаще и чаще нарушаем правила такой ворота соперника. Ух, какой момент! Молодец! Максим Чушков справился. Удар был не из приятных. Среагировал и ногой. Парировал мяч, пущенный точно в цель. А теперь уже наши будут выполнять у головы. Помните, какой был замечательный, роскошный момент, когда Крашенинников навесил и в падении бил головой. Там буквально с двух метров Ильинский, но спас польский галкипер свою сборную. Сейчас у нас на площадке первая четверка. Папоротный, Никаноров, Леонов, Шкарин. Это свои вчера три мяча. Борис Никаноров, наш молодой нападающий. По сути, дебютант сборной посвятил... Посвятил хоккейной команде «Локомотив». Вчера была пятая годовщина после той страшной трагедии в Ярославле, когда разбилась хоккейная команда. А Борис Никаноров сам из Ярославля. И вот в своем интервью он вчера сказал о том, что посвящает эти голы погибшим хоккеистам. Тем временем Папоротный атаковал в очередной раз ворота соперника. Опасная ситуация, наконец-то прорвало. Забили мы этот гол. Не мытьем так катанем. Я не знаю, сразу мяч оказался в воротах или уже его там с линии на всякий случай добил ворота Никаноров. Но нам показывают Шкарина. Судя по всему, он автор этого мяча. Молодец, Антон. Очень важный, очень нужный гол для нашей сборной. Мы, наконец-то, сокращаем отставание. Леонов. А вообще-то, по-моему, все-таки это Никаноров. Смотрите. Леонов на Шкарина. Тот попадает в перекладину. Конечно же, это гол нашего Бориса Никанорова. Его четвертый гол на турнире. Молодец, молодец. Отработал эпизод, как и положено нападающему. Проявил голевое чутье. И сумел сыграть на добивание. Вот болельщики сборной России. Хочу отметить, что приехал поддержать нашу команду. Травмированный вратарь сборной Андрей Бухлицкий. Он сейчас находится у Езола. Так же, как и президент Московской Федерации футбола. Человек, который взял очень-очень многое для российского пляжного футбола. И продолжающий делать. Это Сергей Анохин. Все они сейчас там, где-то на стадионе. И Бухлицкий, и Анохин. И так же переживают и болеют за нашу команду, как и мы с вами, уважаемые телезрители. 2-1. И опять сработал стандарт в исполнении сборной России, в который уже раз на этом турнире. Не угловой, а ау в пляжном футболе. Наша сборная этому уже давно уделяет огромное внимание. И теперь уже другие команды, другие сборные берут с нас пример. Но была наигранная комбинация. Леонов здорово мяч вел в игру. И за боковой. Шкарин сыграл изумительно. Ему тяжело было. Расточком-то он невелик, а рядом был соперник. Мощный высокорослый. А переиграл его. Пробил мимо голкипера. Попал Перекладин. А затем уже Никаноров забил свой гол. Со временем поляки пробили очередной штрафной. Во втором периоде поляки, если и пытаются угрожать нашим воротам, только вот с помощью этих штрафных и ударов с дальней дистанции. Мы доминируем. Мы атакуем. Пока только один мяч отыграли. Перевод мяча направо. Рашининников. Против него Карим Мадани. Удар в падении через себя. И мяч в руках у вратаря сборной Польши. Очень четко и уверенно сыграл сейчас Томаш Леннон. Ну а затем мяч оказался в руках Марьюши Гасински. Сагановский. За ним нужен глаз да глаз. Мощный, фактурный. Опытный. Супер-бомбардир польской сборной. Ильинский. Позволяет мячу выйти за пределы поля. Романов. Мяч останется под контролем у российской сборной. Романов уступает. Мяч к Рашининникову. И удар в падении через себя наносит Романов выше цели. 2-1. Россия пока уступает полякам в важнейшем матче. Завтра полякам играть против Молдавии. И я думаю, что... Поляки там свое возьмут обязательно. И наши ни в коем случае не должны сегодня проигрывать польской сборной. Иначе, иначе! Мы можем не поехать на чемпионат мира. Ну что, опять Сагановский? Кто переправил мяч в ворота? Конечно же он. Конечно же он. Это его второй гол в матче. Вот такой вот удар в падении через себя. И этот удар получился голевым пасом. Дальнюю штангу замыкает Сагановский. Папоротный не успел ему помешать. И вновь поляки выигрывают в России с разницей в два мяча. Шкарин, Папоротный, Леонов идут вперед. Сегодня у нас на площадку пока не уходил Юрий Горчинский. В момент у сборной России не удалось пробить с близкого расстояния. Также хочу заметить, что уже во втором матче подряд Россия вынуждена обходиться без одного из своих ключевых игроков. Игрока первой четверки Алексея Макарова. Он был удален в игре против сборной Германии. Вчера пропускал из дискомпликации, пропускает и сегодня. Но сможет сыграть завтра против Украины. И очень хотелось бы, чтобы завтрашний матч против сборной Украины был решающим. Чтобы сегодня матч был важнейшим против сборной Польши, а завтра решающим. Но для этого нам надо сломить сопротивление поляков, а они в полном порядке. Я уже говорил о том, что сборная Польши достаточно неудобный для нас соперник. И вот подтверждение приведу статистику после этой атаки сборной России Папоротный на Шкарина. А вот здесь мы ошибаемся. И Леонов нарушает правила. Но здесь сыграл Антон Шкарин неудачно. Он, по сути, подставил нашего капитана. И тот был вынужден вот так по-хоккейному, по сути, встречать. Сыгановские. И фалить. Еще один штрафной. Мы нарушаем правила значительно чаще, нежели сборная Польши. Это очевидно. Буквально бросается в глаза. Да, особенно во втором периоде. Сборная России в Москве в этом году. Помните первый этап Евролиги. Стадион «Гентарь» Строгино. Наши выиграли 4-2. Нельзя сказать, что победа далась легко. Но мы контролировали ситуацию. И достаточно спокойно переиграли тогда поляк. В отличие от сегодняшнего матча, сегодня у нас больше проблем. Не то, чтобы мы мучаемся, но пока не получается в сборной России, что называется, музыку заказываем. Сыгановский пробил неплохо. Чешков перевел мяч за пределы поля угловой. В статистике вернемся после этого стандарта в исполнении польской сборной. Но раньше надо накрывать. А вот теперь в контратаку. Быстро, быстро двигаемся. И забить бы. Ах, какая-то недосказанность все-таки во время этой контратаки. Подержали втроем. Но вывести на ударную позицию так никого из партнеров не получилось. Не удалось. Что у нас удаление Михаила Лихачева. Но вот еще одна напасть. За последние 10 дней это уже между прочим второе ударение Лихачева. Он был за реакцию. Хотя там не совсем понятно. Может, судьи не разобрались. Погорячились. Но, по крайней мере, за реакцию это известно. Не удалили нашего тренера во время матча с Португалией. В групповой стадии. И вот сейчас указано на виртуальную дверь со стадиона наставнику сборной России. Это тоже является проблемой для нашей команды. Но у нас есть Илья Леонов. Он капитан, лидер. Можно даже про него сказать в какой-то мере играющий тренер. Эти самые проблемы, которые возникают, они не должны являться каким-то непреодолимым барьером для сборной России. И сейчас мы получаем право на штрафной. Это шанс для того, чтобы забить. Удар! Рядом со штангой прилетает мяч. К сожалению. Поляки нам сумели забить в первом периоде. Со штрафного у нас не получилось. Чешков быстро. Мяч в игру. И тут самотверженно играет 11-й номер польской сборной Петр Клепчаров. Выбирает в падении. Выбивает мяч с боковой украшенников Романов. Крещенников Романов и Ильинский. И Шишин у нас на площадке. Вторая четверка. Вторая четверка, которая по сути вообще-то более сыграна, нежели первая. Потому что первая у нас сейчас играет Папоротный, а не Алексей Макаров. Играет молодой Никаноров, а не ветеран команды, который наверняка был полезен здесь на турнире, если бы не травма, Егор Шайков. Крещенников. Меньше пяти минут до окончания второго периода. Шишин во втором периоде, пока команды обменялись голами. Да, в Москве мы выиграли на этапе Евролиги 4-2 в прошлом году. Также на этапе Евролиги мы сыграли мячу 3-3 с поляками и проиграли по фенальте 5-6. В 2012 году в Евролиге выиграли 6-3. Гол! Гол, гол, гол. Россия забивает свой второй мяч. Удар в ближний угол. Оказался неберущимся для Марио Шагасинский. Вот и праздник на нашей трибуне, где находятся болельщики сборной Российской Федерации. Крашенников. Он же Краш Юрий. После передачи Леонова бьет с хода. Попадает мяч на подъем. Как этот футболист на лапу лег. Здорово. В ближний угол. Удар страшной силы. Гасинский капитулирует. Рашиниников. 3-2. Ох! Какая интрига в этом матче. Какой накал. Какие страсти. Нам надо минимизировать свои ошибки. Продолжать гнуть свою линию. И бережнее относиться к тем моментам, которые мы создаем. Если мы по этим пунктам правильно пройдемся. Мы сумеем, мы сумеем добиться успеха в этой встрече. Но пока проигрываем и получают повреждения голкиперпольской сборной Марьюш Гасинский. После этого удара. Что случилось? Видимо при падении на песок. Повредил он кисть руки. Или от столь сильного удара почувствовал боль. Но тут еще и песок в глаза прилетел. Но жив-здоров, Роталь. А на шее за боковой. Леонов. Бьет падение через себя. И классно прошла бисеклета у Никанорова. Но польские вратари-то сегодня что творят? В первом периоде мы восхищались игрой. Мация Матчинника. А сейчас вот и Гасинский. Пусть он и пропустил два мяча. Но с таким тяжелейшим ударом справился. Борис Никаноров. Был близок к своему второму голу в этом матче. Максим Чешков. Точная передача. Смещение в центр. И удар по вороту. Бой право! Турнир проходит в Италии. Поэтому кричим. Брависсимо! Белиссимо! 3-3 сборная России! Папоротней! Как пробил! Чуть не порвал сетку в дальнем верхнем углу. Но про такие голы, про такие удары говорят. Трактором не вытащишь. Молодец, Артур! Трактором не вытащил. Папоротней! 3-3! Как интересно звучит его фамилия на итальянский лад. Папоротней! Артур Папоротней! Мы сравняли счет! 3-3! Молодцы россияне! Решенинников, Папоротней, Никаноров. Вот те люди, которые сумели забить во втором периоде. Ну как ушел на своем фирменном длинном шаге! И вроде бы в него мертвой хваткой всыпился оппонент, опекун. А ушел, пробил и пробил идеально. Восхитительный гол! И столь важный впервые в этой встрече мы достали. Достали по счету поляков. До этого все время нам приходилось в догонялки играть. Все время мы уступали. Удар падения через себя. Мимо цели. Скоро перерыв. 3-3! И я напоминал вам о матчах с участием сборной России и Польши. И получается так, за последнее время, да, в официальных играх две победы и два поражения у нас в играх против поляков. Это была еще одна игра в этом году в Сочи. Это был кубок РФС. И нашу выиграли в дополнительное время у поляков. То есть опять, опять поляки нам давали бой. Но выиграли мы 4-3. Хороший перехват. Трошиниников. Передача на Ильинского. Тот в своем ключе поддерживает наступление. Идет в атаку. Но вынужден сейчас сыграть назад. Адшишин взял небольшую паузу. Задействует в этой комбинации нашего голкипера. Максима Чушкова. Мы взяли небольшую паузу. Ну, аритмия в игре должна присутствовать. Очень энергозатратный вид спорта, пляжный футбол. И здесь без пауз, без переключения командных скоростей. Ну, никак. Главное, когда ты скорость понизил, сделать так, чтобы вот эта коробка передач командная затем не сломалась. Чтобы не заклинила эта коробка передачи. Чтобы можно было опять на более высокую скорость переключиться. Будем надеяться, что у наших получится. Вот так. Хороший Неников сыграл на Леонова. Леонов пробил. Но вратар же мяча коснулся. Это угловой. И, понятно, законные требования россиян. А арбитры почему-то не увидели, что вратарь мяч перевел через перекладину. Лишили нас углового. Арбитры этого матча, напомню, что интернациональная судейская бригада, эстонец, португалец, итальянец и немец работают на этой игре. Сагановские. Внимание, внимание. В полете Сагановский. Сагановский без нарушения правил. Мы сумели его, скажем так, победить и побороть в том эпизоде. И тут же последовал наш ответ. Сагановский мучается, видимо, от страшной боли в плече. Как раз вот после своей секлеты он упал и пока никак не может подняться. А наши провели хорошую атаку и могли уже даже вырваться вперед. Пауза. Время остановлено. Минута и три секунды. Остается до второй сирены. До окончания второго периода. Россия бьется с Польшей. Россия в стартовом матче переиграла Молдавию 8-3. Поляки выиграли у сборной Украины. Вот момент. Но не было тут нарушения правил. Папоротный ни в чем не виноват. Хороший повтор. Он все нам объясняет. Это просто при падении на песок. Такой вот мощный, фактурный. Порок повредил плечо. Поляки идут вперед. Чушков борется. Ему помогает Папоротный. И тут же наш голкипер пытается сделать так, чтобы с мячом оказался Борис Никаноров. Но чуть-чуть погорячился вратарь сборной России. Да, тут пытался нарисовать нарушения против себя Петр Клепчарик. Упал. Затем увидел, что судьи не реагируют. Тут же, как ни в чем не бывало, поднялся. И вот пытается перехитрить Папоротный Никаноров. Помогает. И что? Нарушения? Все-таки нарушения в 9-метровой зоне. Значит, это пенальти. Еще одно испытание для нашей команды. Но со второй попытки убедил 11-й номер польской сборной, судейскую бригаду, что против него был пол. Вообще реакция Крашенинникова. Да, я думаю, сейчас он не стеснялся в выражениях. И они были не парламентскими. Все эти пламенные речи из уст нашего пятого номера были адресованы, прежде всего, на судейской бригаде. Но повод мы дали. Повод мы дали. Нарушения в 9-метровой зоне. Значит, это пенальти. А Сагановского, возможно, поляки и потеряли. Ему оказывается помощь. Там проблемы возникли. У нас замена под пенальти голкипера. Чушков покидает площадку. Выходит Иван Островский. Иван, спасай Россию. Ну и будет бить тот футболист польской сборной, кто заработал этот пенальти. Петр Глебчарок. С левой ноги собирается наносить удар. Разбег. Удар. Молодец. Ну какой же молодец. Умница. Красавец. Иван Островский. Выручает наш голкипер. Спасает команду. Очень важный момент. Очень важный. За 20 с небольшим секунд наносился этот удар. Был выполнен пенальти. И наш вратарь сыграл превосходно. Спас Россию, как мы и просили. Ну и последняя секунда. Вот повтор момента. Удар. И в этой дуэли победителем выходит голкипер сборной нашей страны. А тем временем звучит сирена. Настроение у нас улучшилось. Счет ничейный 3-3. А не будем забывать, что мы проигрывали 0-2 и 1-3. Ждем возвращения команд на площадку. А сейчас очередной рекламный блок. Через считанные мгновения возобновится игра между сборными России и Польши. Отборочный турнир по пляжному футболу к чемпионату мира 2017 года. Настоящий футбольный триллер мы с вами наблюдаем. Интереснейший матч, как и предполагалось. Упорнейшие поляки бьются отчаянно против россиян. Создают им огромные трудности и проблемы. Но мы эти самые трудности и проблемы героически преодолеваем. 3-3. С таким счетом начнется третий период этой встречи. Ведется отчаянная борьба за путевку на чемпионат мира. Еще раз подчеркиваю, только победитель группы, в которой выступают Россия, Польша, Украина и Молдавия, поедет на Багамские острова в следующем году и станет участником мундиаля. Наши начинают с центра поля. Наши играют в белой форме. Красные цвета у поляков. Следует удар. Этот удар блокирован. И вот вопрос. У поляков может ли продолжить эту встречу Сагановский или нет? Пока я его не замечаю на площадке. А он забил два мяча в ворота сборной России. Еще раз отличился ГАК. Он выполнил штрафной, который мы подарили полякам. Помните первый период. После первого периода мы проигрывали 2-0. Во втором периоде Россия выиграла 3-1. Общий счет ничейный. 3-3. Шишан. Мягкий на просто дальнюю штангу. Ну, забить Ильевский. Хороший момент. Очень тонко сыграл. Прочувствовал этот момент. Прожил его. Дмитрий Шишин. И как классно он набрасывал мяч на дальнюю штангу. Был шанс у россиян. Едва игра возобновилась в третьем периоде. Забить. А сейчас Шишина тут закопали буквально в песок. Судьи среагировали. Назначили штрафной. Ну, а мы с вами не забыли, что в самом конце... ...сыграл Иван Островский. Он сумел пенальти парировать. Замена голкиперу у поляков. Вместо Косински выходит Порчиняк. Так здорово отыгравший первый период. Наши ему еще не забивали. Ведь после первого периода выигрывали 2-0 польские футболисты. На площадке у поляков появился, как я понимаю, Лукаш Стасик. Девятый номер. Тоже очень фактурный нападающий. Чем-то напоминающий по сложению Богуслава Сагановского. У нас вторая четверка. Крашенинников. Напомню, что у россиян в этой встрече забивали Никаноров, Папоротный и Крашенинников. Краш с мячом. Отыграл мяч назад. У нас продолжает играть, как я понимаю, Максим Чушко. Удар поворотом из хорошей позиции. Расстояние было. Голов за сборную забил уже даже больше двухсот. Но вот очень нужны его бомбардирские качества, умения забивать в этой встрече. Но пока Дмитрий Шишин свое имя, свою фамилию на виртуальном электронном табло этого стадиона, что расположен на берегу Адриатического моря, не зажигал. Но будем надеяться, напишет. Напишет еще свое имя в протоколе. Как раз Шишин сейчас собирается пробить штрафной. Обратите внимание, Максим Арченек играет без перчаток. Удар. И опять здорово, технично, грамотно работает в раме 12 номер польской сборки. Ну и отметим прицельный удар Дмитрия Шишина. Леонов. Опять наигранная комбинация, опять передача в направлении врывающегося в свободную зону Ильинского. Леонов. Папоротный. Никаноров. Ишкарин у нас на площадке. Удар. Хороший удар. Бесеклета от Бориса Никанорова. Но прямо в руки голкиперу. Марченек сегодня не только пока, во всяком случае, сухой как лист не пропускает, но он еще и автор голевой передачи. А поляки тут падают и пытаются, знаете, в стиле португальской сборной давить на арбитров. И помните, в втором периоде было много штрафных, было еще и пенальти. И Михаил Лихачев вынужден с трибуны сейчас наблюдать за событиями на площадке. И он был удален незадолго до окончания второго периода. Нашим атаки удар поворотом не дали нанести Никанорову. Последний миг бросился на него соперник. И этот удар блокировал. Не трогать, не трогать. Этот парень на ногах не очень хорошо стоит. Я имею в виду 11-го номера польской сборной. Видите, как опять картинно падает Клипчарик. Но в одном эпизоде судей убедил, что против него был фолк. Да, это очевидно. Поляки во многом взяли, скажем так, пример с португальцем. Ох, как мяч сейчас спланировал за голову нашему голкиперу. И, по-моему, угловой. Да, так и есть угловой. У нас быстрая смена. 3-3. Подача вратарь дотянется до мяча. Несколько нерасчетливо сыграл на выходе Максим Чужков. Но, тем не менее, помешал Сагановский. Он на площадке. Да, больно, тяжело, но он очень нужен своей команде. Заморозили плечо. И супербомбардир польской сборной Богуслав Сагановский по-прежнему в большом деле. Он желает оформить хитрик в игре против сборной России. Романов атакует соперника. Это Харим Мадани. Перехват Папоротный. Леонов слева. Папоротному поаккуратнее. Хорошо, что Мех к нему вернулся. Тут же передача в центр. А Леонов там такое ускорение сделал. Надо было Папоротному поощрить передачи капитана. Но за счет Леонова сыграл. Леонов, получается, так отвлек на себя внимание. А пас пошел через центр. Каждое падение для Сагановски, оно мучительно. Посмотрите, как он придерживает руку. С травмой играет восьмой номер польской сборной. Наши в атаке отрабатывают еще и в обороне. Богуслав падение. Боролся с Шишином. Но не знаю, не знаю, сумеет ли Сагановский эту встречу доиграть. Потому что видно, что ему очень и очень тяжело. Рука, по сути, правая плетью висит. А ведь когда ты бьешь еще падение через себя, руки-то для координации чрезвычайно нужны. Да и бороться тяжело. Даже борьба в пределах правил. Плечо в плечо. А если у тебя там такие проблемы, или плечо выбил. И растяжение. Ай-яй-яй, мы пропускаем гол. Несмотря вот на эту боль, несмотря на эту руку, которая висит, Сагановский находит возможность пробить Максима Чушкова. 4-3. И петрик делает Сагановский. Он, конечно же, герой Польши сегодня. Раненый, но не сломленный. И более чем удачливый в этой встрече. Ильинский допускает позиционную ошибку. И делает зря движение вперед в тот миг, когда передачу делал Ясиновский. И, кстати, за спиной оказывается уже лучший бомбардир польской сборной. И буквально расстреливает нашего голкипера. 4-3. Поляки опять впереди. Мы еще ни разу в этой встрече не выходили вперед. Все время догоняем. Ну! Все-таки схватил этот мяч. Своей правой лапой Мацей Марчаник. Давайте, давайте, ребята! Включайте! Морально болевые! Мы продолжаем вас верить. Мы продолжаем на вас надеяться. А как болеем мы все на матч ТВ! Чешков! Ни в коем случае нельзя проигрывать поляк. Это будет катастрофой. Но давайте не нагнетать. И еще все-таки 6,5 минут. В третьем периоде. Наши в атаке. Шишан. И опять судьи берут в сторону польской команды. Не хочу говорить о каких-то судейских симпатиях. Вы согласитесь? Вот если посмотреть на статистику, на цифры, поляки нас штрафным. А мы их посмотрим пола. Переигрываем. Вновь очень так легко упал польский футболист. Томаш Ленард небольшой контакт. И тут же падение. Ох, какие эмоции. Просто сердце кровью обливается, когда смотришь и видишь нашего тренера. Не то, чтобы таким напряженным, а по сути уже страдающим. Его подсказ нужен. А он сейчас по воле судей этого матча не может быть на своем рабочем месте у бровки. Пашининников. На коротке сыграли. Поляки самоотверженно обороняются. Тут же выдергиваются. И не дают пробить. Не точно. Надо быстренько возвращаться назад. И как после четвертого гола поляков, после хитрика Сагановски, для всех нас стало время стремительно таять. Желтую получает Ильинский. У нас Романов получил. Теперь вот Ильинский. Поляки, когда гостили в Москве, проиграли россиянам 4-2, я об этом уже вспоминал, были разгромлены швейцарцами 3-8 и выиграли с крупным счетом у французов. Ну а на втором этапе они тоже не блистали. Этот этап проходил Евролиге в Испании, проиграли итальянцам, сыграли в ничью и выиграли по пенальти у украинцев. И уступили Германии. И не оказались среди команд, попавших в суперфинал Евролиги. Штрафной удар. На наше счастье, этот удар не получился у польского футболиста. Ну и хочу посмотреть, как в прошлом отборочном цикле, в прошлом отборе к чемпионату мира играла польская команда, тогда турнир в 2014 году проходил здесь же, в Италии, в этом же курортном местечке, в Везлов. Поляки выиграли у Австрии, Венгрии и уступили Румынии, вышли в следующую стадию. Но на следующей стадии проиграли все свои матчи. Белорусам, итальянцам и даже эстонцам. Вот на этом отборе поляки выглядят более чем мощно и боеспособно. Ах, момент у России. Острый угол, удар. Мяч не залетает. Дальний угол. Бил Борис Никоноров. Ну, ни в коем случае не опускать рук. Бьется, бьется. Россия, Россия раздается на стадионе. Включились и наши болельщики. Вот эта поддержка как раз и станет вот тем дополнительным и столь необходимым импульсом для наших атак в концовке третьего периода. А пока мы готовимся пробить штрафной. Вчера поляки провели тяжелейшую изматывающую игру против команды Украины в третьем периоде. Откуда-то силы у них взялись. И они забили три безответных мяча. Украинцы мы победили 4-3. Наша игра была незначительно легче. И мы столько сил, сколько поляки не потратили в игре против Молдавии. И вот сейчас надо добавить. Папортный бьет мимо. Продолжает страшно переживать на трибуне Михаил Олихачев. Наши стараются консинговать соперника. Уже куда попало мяч и выбивает 19 на Верховской сборной Доминик Депта. Надо торопиться. Надо торопиться. Меньше пяти минут остается у россиян. Леонов капитан. Хороший перевод на Папоротного. Кто бьет с левой ноги. И под его удар сразу два соперника бросились. А затем Борис Никаноров, видимо, нарушает правила. Извиняется перед голкипером. Пол в атаке. И желтый. Как сегодня арбитры строги к нашим футболистам. Ильинский, Романов. Теперь вот Никаноров. Скажем так, уже на крючке у судейской бригады. Получили по желтой. Ну, а Никаноров вот оттолкал здесь, посмотрите, 19 номер. Доминик Депта. Вот на этого арбитра не обратили внимания. А на контакт с голкипером, который случился уже чуть позже. Ну, через мгновение, но все равно же позже. Ноль внимания. Да. Не теряем надежды. Не падаем духом. По-прежнему любим, верим. И ждем, и ждем четвертого гола сборной России. Ну, а поляки как же добавили на второй стадии. К ним все уважительно относятся к пляжной семье. Но, чтобы обыграть украинцев, в это мало кто верил. Сейчас они еще и близки к тому, чтобы обыграть Россию и получить путевку на чемпионат мира. Это будет грандиозной сенсацией. Пока время остановлено. И пока пришедший к себя на киперпольской сборной собирается пробить штрафной. Завтра нам играть с Украиной. Но сколько у нас будет очков в активе? Поражение, по сути, перечеркнет наши надежды, наши шансы. Польша сыграет с аутсайдером группы Болдавии. Шишан. Перевод мяча слишком сильно. Мяш послан был справа налево. Потеря из-за боковой Собер-капитан Польши. Морчиняк. Пас борьбом. Полякам надо начинать все сначала. Но они не будут сейчас особо торопиться и спешить. По возможности будут стремиться время убить. Но это их право. Они это право, по сути, выстрадали в этом труднейшем матче. Он трудный для нас и не менее трудный для поляков. Но пока Фортуна на стороне польской сборной. И наш соперник впереди. 4-3. Пробил поворотом Максим Чешков. Мимо. Поляков тем временем на площадке появляется Филипп Гак. Забивший в сегодняшнем матче. Это Леонард. Упал. Папортный отобрал у него мяч без нарушения. Двигаемся вперед. Ах, пас не проходит. Но опять как же самоотверженно играют поляки. Они уже там весь этот песок возле своих ворот взрыхлили. И пытаются теперь убежать в контратаку. Это скорее уже удар отчаяния. Понятно, что Папортный доставал соперника и накрывал. Автор хитрика. Бугуслав Сагановский. Папортный. Ах. По мысли, по идее, пас был хороший в направлении Шишина. Но слишком сильно мяч был послал. Но пора, пора бы уже завестись. Надо рисковать. Надо рисковать. Другого не остается. Нет другого выхода у сборной России. Шишан. Будет удар в касание. Кто же там встал на пути мяча? Вратарь или защитник? Но это не столь важно. Угловой. Наши спешат. Антон Шкарин. Разыграли угловой. У нас Крышенинников на площадке остался. Шкарин. Шишан. Вот такие вот сочетания в концовке. Сборная Россия в атаке. Антон Шкарин. Рядом Крышенинников. Краш просит мяч, получает. Никоноров на площадке. Нет Леонова. И вот такая вот у нас четверка. Такой микс из первой и второй четверки получился Сагановский. Еле на ногах стоит, но все равно сражается. Шишан. Пас вперед. Ну и забить. Леонов вернулся на площадку. Давай капитан. Бьет Шишан мимо. И остается по сути полторы минуты до окончания третьего периода. Нервы на пределе. Эмоции зашкаливают. А мы тут еще и ошибаемся. Хорошо, что не получили. Я думаю, получили бы пятый гол. Все, поляки бы уже могли бы праздновать успех. Как ведет борьбу. Гак. Не находят. Не находят наши бреши в обороне польской команды. И опять не точная передача. Брак подводит. Надо бежать вперед. Где вратарь? Атакуем, атакуем. Рискуем. Минута. Не может смотреть. Не может даже смотреть за тем, что происходит на площадке. Наш главный тренер. И тут еще ошибка. Перехват. Удар. Приходится спасать. Приходится выручать. Это, конечно же, хорошо, что с мячом справился наш голкипер Максим Чушков. Но при атаке, когда он ее начинал, надо было сыграть четче. А теперь мы теряем драгоценные секунды и мгновения этого матча. Все это в копилочку сборной Польши. 40 секунд. Спасем мы эту игру. Перемедем ли ее в дополнительное время или нет? Если нет, мы, по сути, перечеркиваем все свои надежды на попадание на чемпионат мира. И впервые за длительное время мы пропустим Мундиаль. Перехват. Шишон. И мы получаем пятый гол. Все. Поляки ликуют. Они триумфально провели два последних матча против сильнейших сборных своей группы. Украины и России. Но то по рейтингу, то, как говорится, на бумаге. Хотя это не раз было и Россия, и Украина доказаны на площадке. Но на сегодняшний день в этой группе сильнейшая сборная Польши. Она выиграла Украины 4-3 и вырывает победу в матче с Россией. Мадания забивает гол за 20 секунд до окончания основного времени. Шишин не успел догнать, не успел накрыть. Четкий удар в дальний угол. Браво, Польша! Браво! Один сюрприз за другим. Одна сенсация за другой. От польской сборной в группе, в которой выступают Россия, Украина и Молдавия. Последние секунды, последние мгновения наши рвутся вперед. Не удается нам забить. И, по сути, не остается у нас времени на то, чтобы спасти эту игру. Пошел последний отчет. Анализировать игру, анализировать эту неудачу будем позже. Завтра нам и играть еще с Украиной. Ну, а то, что касается сегодняшнего матча, мы проиграли. А поляки сыграли блестяще и добились для себя фантастического, исторического результата. На этом все. С вами был Владислав Батурин. Благодарю коллег за хорошо проделанную работу. Вас, уважаемые телезрители, за внимание к пляжному футболу. Счастливо. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»